Ну и ваши новости, в это во все вплетать тоже нужно обязательно. Ночь распродаж, объявление об всевозможных ваших акциях, скидках. Когда люди прочитали 5-6 полезных материалов, а седьмой появился уже непосредственно либо с открытой рекламой, либо просто с информацией об акции, он проглатывается, не воспринимается навязчиво, он очень хорошо, люди на это реагируют. Итак, я обобщил немножко в список, что публиковать, шаблоны, как применять, как правильно. 10 секретов по, то есть секреты любят все. Как выбрать хит-парад, классификация, интересные факты. Коллекции советов, про советы мы говорили, советы все любят, советы всем интересны. Лайфхак, то есть какие-то тонкости, какие-то нюансы, какие-то хитрости, применение тех или иных вещей. Личный опыт или опыт клиентов, тоже очень важный фактор. То есть если вы можете привести, рассказать, как кто-то купил ваш продукт, удачно его использовал, получил от этого выгоду или удовольствие, поставить туда фотку клиента или снять видеоотзыв какой-то, это шикарный контент, который нужно использовать и который будет продавать. Потому что людям интересно. И до того, как они выбирают, им нужно понять, а еще кто-то хоть один покупает то, что я выбрал, или я один такой дурак у вас тут собираюсь купить. Нет, еще есть 10 человек, ну значит я не самый глупый. То есть вот это социальное доказательство, это очень мощный инструмент, и в контент-маркетинге его нужно применять обязательно. Новое решение старой проблемы, так или иначе у нас есть какие-то бытовые или другие проблемы, связанные либо с продуктом, либо с отраслью, в которой вы работаете. Придумайте какую-то хитрую подачу информации, это всегда пользуется популярностью. Исторический экскурс, да, как мы говорили, а кто придумал первый носок, да, то есть это нормально такой исторический экскурс в область товара. Интересные факты, тренды, обзоры, обзоры продукции, если это сложная какая-то техническая продукция, обзоры всегда пользуются популярностью. Анонсы акций и распродаж, видео, фото дня, конкурсы. Ну вот несколько примеров, да, для каких магазинов, что можно, какие можно статьи сделать. Отталкиваясь от этого, да, подумайте, что вы можете сделать там в своей отрасли, в своем магазине. То есть это все, в принципе, достаточно несложно, но очень востребовано и приносит результат, и результат приносит длительное время. Обувной магазин, например. Ювелирное изделие. Где искать темы, да, то есть нам нужно понять, мы составили себе портрет целевой аудитории, наша задача понять, а что ей интересно, а чем они дышат. Нам нужно идти в места, где они кучкуются, и подслушивать, и подсматривать, да, то есть форумы по нашей теме, что люди обсуждают, какие чаще всего задают вопросы, какие советы дают друг другу, о чем, где больше всего комментариев, под какой темой. Сообщества и группы в социальных сетях. То же самое. Есть тематические группы и сообщества, которые посвящены тем или иным вопросам, и там можно найти, и там можно прямо взять фактически заголовки статей найти. В тех вопросах, которые люди задают, вы берете просто эту тему, берете ответы наиболее интересные, которые там есть, делаете рерайт, грубо говоря, добавляете свою информацию, и вот вам готовая статья. Анкетирование. То есть так или иначе у вас есть уже какое-то количество клиентов, с которыми вы взаимодействуете. Проведите анкетирование. Раздайте им анкеты, задайте им вопросы, а что им интересно. И эти люди так или иначе вам накидают какие-то варианты, которые вы сможете активно использовать дальше в своей работе. Часто задаваемые вопросы. То есть тоже отличный инструмент. Когда к вам приходят в магазин покупатели, они так или иначе задают вопросы вашим продавцам о товаре, о бренде, о магазине, о чем угодно. Кому-то там, если у вас интернет, магазин клиенты звонят и задают вопрос. Соберите с ваших продавцов эту информацию. О чем чаще всего вас спрашивают. Вот вам, пожалуйста, шпаргалка, по которой можно делать статьи и материалы для вашего блога или сайта, или рассылки. Нужно смотреть, естественно, что делают конкуренты. Обязательно. Если они уже применяют эту технологию, нужно смотреть, о чем они пишут, и какие-то вещи перенимать и копировать. Может быть, да, какие-то вещи от чего-то отталкиваться, на какие-то идеи не оттолкнетесь. И очень эффективный инструмент – это Wordstat. Вы заходите в Яндекс на страничку, где можно посмотреть наиболее частые запросы и смотрите по вашей тематике, какие запросы наиболее востребованы. Сколько в месяц было запросов, условно говоря, по теме, как правильно выбирать ботинки или что-то другое. То есть по своим ключевым словам смотрите количество запросов, самые топовые запросы – это, пожалуйста, тема ваших статей. Берите и сразу обработать. Вот это вот наиболее эффективные методы, с помощью которых вы можете определить, о чем писать, о чем какой контент постить.